Приветствую вас! Я, наверное, обращу внимание на несколько вещей, которые вы не описываете в своём тексте, и по поводу которых вы не выдаёте своего вопроса, да, вот, но, тем не менее, как психолог я это увидел. Смотрите, первый момент, то, что вы, ну, скажем так, не очень осознанно действуете. То есть, вы говорите, что так получилось, что у мужа, вот, там, была любовница, да, в течение пяти лет. Ну, что значит, так получилось, да, то есть, если у мужа была любовница, значит, что значит, вот, что-то не устраивало в отношениях с вами, да, значит, где-то что-то проглядели, где-то что-то не дождали, вот, где-то что-то упустили, и, соответственно, вот, как вы узнали, да, что она у него есть, вы говорите сразу, хотели развести, то есть, как будто, опять же, какое-то такое подавление, да, то есть, типа, разбираться не будем, да, почему так произошло, всё, значит, давай разводиться сразу. Ну, то есть, это, опять же, подход такой, что если вы разводите, значит, вы мужа не любите, значит, вы не хотите, чтобы он был счастлив, значит, вы в нём не заинтересованы, это первое. И второе, это то, что, ну, а как мы восприняли измену, да, то есть, понятно, что вам это тоже тяжело, понятно, что у вас тоже есть какой-то негатив относительно этого, вот, не просто всё так. Поэтому здесь, конечно, такое весьма интересное сочетание, да, в котором нужно разбираться, то есть, вот, ваша фраза о том, что, ну, так получилось, она меня очень насторожила, потому что это не та история, где так получается, понимаете, ну, это, это закономерность, это определённый, как бы, процесс, это, в общем, не сказать, чтобы прям необратимая штука, но достаточно серьёзная, то есть, вы думаете, что человеку, вот, ну, например, вашему мужу, который, к примеру, вам изменял, это легко делать было, то ваша мать, как бы, тоже определённая нужна решимость, да, то есть, определённая нужна вот это тоже травматичная, вот. Я муж не оправдываю, но и вам хочу сказать, что, вот, пока вы пишите, так получилось, значит, у вас, в будущем, может, ещё что-нибудь так получится, вот, чтобы не было этого, лучше всё-таки разобраться. Дальше, эээ, вы пишите, думаю, что после того, как я узнала, он с ней ещё год общался, опять же, на чём основывается у вас сейчас такое предположение, Наталья, почему вы, ну, думаете так, да, то есть, это ваши подозрения, это ваши страхи, или у вас есть какие-то доказательства того, что действительно было так, непонятно, непонятно. Какое-то имеет отношение, как бы, к вопросу вашему, не очень, правда. Далее, хотел развестись, но муж не хотел уходить, отменяя дочки. Заметьте, вы пишите много, много проще. И что? Ну, не хотел. И что? У вас позиция есть, что вы хотели развестись, причём здесь, что муж не хотел уходить от вас и дочек. У них возникает такое ощущение, да, что вы, опять же, этого не говорите, но возникает такое чувство, что он вас как бы вернул. То есть, просто, вот, вы переложили на него ответственность за ситуацию. Притом, что вы не пишите, вы не пишите о том, что вы его простили. Вот, вы не говорите, что вы его простили. Из чего, как бы, я делаю вывод, что, ну, возможно, 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 вы его не простили. Ну, до сих пор. Вот. Понимаете? Какая штука. И, опять же, это очень важный момент, что если, если вы человека не простили, если вы человека не простили, то зачем же вы тогда с ним в отношениях как бы находитесь? Для чего вы с ним в таком случае в отношениях? Вот. То есть, здесь нужна, а именно вот, ну, скажем, скажем так, да, а, такая вот позиция, что здесь нужна, а, ну, нужен разбор. Дальше. Вы пишите, просли горе. И что, опять же, то есть, были ли вами какие-то решения приняты? То есть, приняли ли вы какие-то решения? Ну, относительно того, почему, почему так, так вот случилось, так произошло с вами. Или просто вот, ну, как бы, все, переселилось, да, и, просто прошли, прошли это и стали жить дальше. То есть, это, опять же, это, опять же, нужно, смотреть, вот. Это, опять же, нужно исследовать. Далее, вы пишите, я родила сына, а та женщина успела выйти замуж, родить двоих детей и развестить. А, откуда, вот, вы все это знаете? Как бы. Вы следите за ней? Или, как, или что? То есть, как бы, это вот, ну, это вопрос, а, к вам, у меня. Откуда вы, откуда вы знаете, самое главное, а, для чего мы за ней следите? Сейчас, опять же, опасаетесь, ээээ, повторения измены, или, как, или что? Дальше, так, городок у нас маленький, поэтому случилось так, что наш сын и ее младшая дочка попали в один класс. Я, конечно, была растеряна, из-за чего, но мы очень стремились в эту школу, именно к этой учительнице. Кто мы? Вот, кто мы, Наталья? Кто мы стремились? Вы хотите сказать, что стремились, стремился ваш сын? Да, вряд ли, я так думаю, что нет. Я почему-то думаю, что сын не стремился в эту школу к учительнице. А кто вы тогда? Если вы с сыном, например, то, опять же, у меня вопрос, это про... Размитие границ между вами и семьей. То есть, нет, нет, я и ты, есть мы. И как вы ребенка называете, что от нас с дочкой. То есть, как бы это... Или... Я так понимаю. Смотрю... А, ну, вы тут вы написали от меня и дочке. Это хорошо. Дочке вы чувствуете разъединение, видимо. Ну, то есть, ее вы отделяете от себя. А сына нет. Дальше, значит, так. Я посчитал, что интересы ребенка превыше всего, и, конечно, оставил сын в этом классе. Ну, надо сказать, что не совсем верно вы посчитали, потому что... Это... Мой-нибудь интересы ребенка и привыше всего, но... Эти интересы никак не выигрывают от того, что родители находятся... Там... В каком-то... Негативном состоянии. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы не будете там, к примеру, счастливы, допустим, или что вы будете переживать или там ещё что-нибудь. Поэтому тут опять же ваша Бавлица, она не однозначно. Вот так, я бы сказал. Дальше. Мужу сказала, что ситуация вот такая и что меня это волнует. Опять же, почему вас это волнует? То есть вот у меня вопрос, да, к вам, почему вас это волнует? Чем вас это волнует? По какой причине вы мужу, вы мужу об этом своему? Сразу сказали. То есть вы не подумали о себе, условно говоря, то есть почему меня это волнует? нет. Нет. В этом направлении вы не двигали. Вы сразу решили обратиться к мужу своему. Вау. Опять же, это не то, чтобы плохо, просто я хочу понять. Я хочу, я хочу понять вас. Вау. Мне думается, что как минимум на это нужно обратить внимание, то, что вы, по факту, да, перекладываете на своего мужа ответственность за то, что с вами происходит. Такой момент. Так мне видится. По крайней мере. Дальше. Идем. Так. Теперь вот вопрос. Я в родительском комитете. Она тоже. Она постоянно меня поддерживает, пишет, сельчика показывает свое положение. Я тоже расслабилась. Теперь вот думаю, зачем она тогда может, могла бы вообще меня замечать. А из-за чего вы, конкретно вы, напряглись? Вот, серьезно, вот вы конкретно из-за чего напряглись? Я хочу это понять. Потому что история важная. И нужно подойти к ней серьезно. Вы напряглись? Вы напряглись? Ну, я к вам вопрос. А из-за чего? Вот. Дальше. Почему она так поступает? Самый простой ответ, который вообще вот может быть прям самый-самый простой ответ, это чувство вины. И у нее чувство вины. Э-э-э-э-э. Перед вами. За то, что она вот, там, к примеру, ну, так поступила. Вот. Простой чувство вины. Вот. И все. второй момент это какой то вот ее может быть подспудное желание с вами сблизиться если она там не охладела еще к мужу вашему пытается ну вновь как-то сблизиться с ним вот но опять же на мой взгляд если так и есть да если так и есть то беседовать нужно на мой взгляд с мужем ну может быть даже не беседовать а работать нужно работать нужно с мужем то есть что значит работать нужно то есть чтобы он не захотел с ней вернуть чтобы он не захотел повторять того что делал а для этого вам конечно же нужно позаботиться о хорошей атмосфере в вашей семье вот то есть ну вам необходимо побеспокоиться о том чтобы у вас в отношениях чтобы было хорошо хорошо чтобы не было проблем никаких вот чтобы ему было комфортно чтобы вам было комфортно и так далее а беспокоиться о том что она может хотеть ну я имею ввиду эту женщину можно долго но будет для этого какой то эффект на мой взгляд нет не будет потому что вы просто погрязнете в подозрениях и все я не думаю что вы хотите для себя этого вот я не думаю что вам нужно для себя это вот ну опять же таково мое мнение вот но решать конечно по итогу вам только это вне всякого сомнения в целом я вижу у вас здесь нежелание наверное брать ответственность за свои чувства вот в некоторой степени неуверенность может быть какую то в себе вот в этом все можно работать это все можно подкорректировать от страхов от страхов вас можно избавить если у вас такое желание есть на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы дополнительные пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи ну у Продолжение следует...